Чек номер один компании Greenway в Казахстане, Бесянова Гульбаршин. Поприветствуйте ее, пожалуйста. Я не могу сказать сегодня, не пропустить тот момент и говорить о наставнике. Всегда со сцены говорите о вашем наставнике. Даже если ваш наставник сегодня не в той квалификации, и он одевает сегодня еще не то платье, быть может у него не тот вкус, понимаете? Но это именно тот человек, который дал вам эту возможность. Поблагодарите вашего наставника, который дал эту возможность вам. На самом деле я бы хотела задать один вопрос в зал. Скажите, пожалуйста, у кого в зале есть одно высшее образование? Посильнее не вижу. О, круто! А у кого есть два высших образования? О, вообще здорово! Слушайте! Ну, поаплодируйте, пожалуйста, этим людям. А у кого есть три высших образования и выше? Поднимите. Немного меньше, но эти люди есть. У меня есть два высших образования. Первое образование – это училище кооперативное, повар-официант четвертого разряда. Ну, конечно же, второе мое образование. Я просто вынуждена была сменить профессию, потому что, когда я закончила училище, мне было 17 лет, я устроилась на вокзале поваром. Ну, на тот момент я работала пух рабочей, проходила практику определенную, знаете, да, нужно было проходить. И, когда я возвращалась домой с красивой прической, от меня ужасно пахло пирожками. Ребята, это на самом деле очень больно. Когда тебе 17 лет и от тебя пахнет едой, а не красивыми духами. Ты покупаешь какую-то красивую одежду, ее даже и покупать не надо было, потому что ты всегда в халате, всегда в фарбюке. И я сказала, боже, неужели я всю жизнь буду пахнуть вот так пирожками? Нет. Подвернулась возможность устроиться на железную дорогу. Вторая моя профессия – это механик связи. Я устроилась туда, мне нужно каким-то образом, нужно было просто туда засунуть хотя бы голову, либо одну ногу, потому что устроиться на железную дорогу было очень нелегко в 96-х годах. Знаете, да, это время? Должен быть хороший дядя, либо какой-то хороший знакомый, чтобы тебя устроили на работу. Я устроилась на эту работу техничкой. Я 6 месяцев мыла полы. Я 6 месяцев мыла полы, и я это не стесняюсь сегодня говорить, потому что сегодня, благодаря именно сетевой индустрии, доросла я, конечно же, до механика связи, я закончила техникум, да, заочно, но в механике ни черта не соображаю. Ни черта не соображаю в этой механике, но я проработала и доросла до абонентского отдела. То есть я соединяла коммутатор, телефоны, и это 10 лет это продолжалось, ночные постоянные смены, а на тот момент маленькие дети, и естественно, ну просто это было ужасно, ты опять думаешь, и всю жизнь вот так 10 лет. И еще нужно проработать. Друзья, давайте честно сами себе признаемся, я всегда сегодня, это моя фишка, я говорю, давайте посчитаем, сколько лет мы... Вот кто работает сегодня еще на кого-то, поднимите, пожалуйста, руки. Работает. И вот смотрите, 40 лет прорабатывая, ну давайте возьмем сегодняшние цифры, 25 тысяч в среднем рублей, но это далеко не 25, очень много людей зарабатывает 17, будучи на бюджете, имея 2-3 высших образования. Посчитайте, если я взяла максимальную сумму 25 тысяч рублей, максимально, плюс через 40 лет вы выходите благополучно на пенсию, если доживаем, да? То есть не в стрессе, ну все такое, оберегаем до себя, как говорится. 40 лет еще мы получаем вот эту пенсию, 25 тысяч рублей, хорошо, пусть она дорастет. Я уже не буду считать цифры девальвации, потому что, ну уберем давайте это все. В среднем я посчитала, что я бы заработала, будучи на железной дороге, работая, хотя бы если бы у меня было 25 тысяч рублей, но нету такой зарплаты, понимаете? И я бы заработала 19 миллионов рублей, грубо. Давайте копейки не будем трогать, плюс-минус, да, там, миллиончик. На сегодняшний день, благодаря компании Greenway, я заработала деньги, которые бы я зарабатывала 50 лет. Слышите? Именно сетевая индустрия сокращает ваши годы трудоемкие вот эти, когда вы на кого-то работаете, либо вы имеете один бизнес, постоянно нужно выкарабкиваться, вкладывать, постоянно пахать, либо вы один раз получаете навыки лидерства, вы учитесь общаться с людьми, вы учитесь договариваться, вы учитесь складывать положительные отношения в команде, вы учитесь быть лояльным к своим наставникам, вы учитесь быть лояльным к тем людям, которые находятся рядом с вами. Именно вот это и есть навыки, которые необходимы в сетевой индустрии. Про продукт вам все сегодня рассказали. Но есть еще одна сторона. Когда вы создаете команду, очень важны вот эти благоприятные отношения в команде, как бизнесмена, как двух бизнесменов или десяти бизнесменов, которые вместе с вами пошли за вами и начали строить этот бизнес. На сегодняшний день компания Greenway, она дает очень большую, вы знаете, вот эта скорость, которая сейчас развивается в России. Сегодня мы приняли решение именно нашей казахстанской команды вывозить на вот такие вот события в России. И вот в Екатеринбурге, как вы знаете, 15-16 ноября будет огромное событие Гранд Марафон. И мы обязательно приедем туда со своими командами. Друзья, я на сегодняшний день благодаря компании Greenway три раза в год отправляю своих родителей отдыхать в санатории, о чем я когда-то не мечтала. Потому что в 2017 году, когда я пришла в этот бизнес, у меня были кредиты на протяжении десяти лет, которые я выплачула. Я поняла, что это намет, что я должна уйти за сцены. Но я доразможу, друзья. И вы знаете, эти кредиты не давали покоя. И мечта была одна. Чтобы просто стать достойной дочерью своих родителей. Достойной тети своих племянников. Потому что так как я старшая в семье, на меня смотрят мои четверо племянников. Двое моих детей, которым 20 и 15 лет. И когда-то мне говорили, что ты ненормальная мама, ты оставляешь детей. То есть когда я пришла в сетевой бизнес, приходилось ездить. По пять лет я не видела своих детей. Но я не заработала тех денег, которые сегодня дала компания Greenway. Но это не дало мне сдаться. Не дала мне сдаться та история, которой люди успешные рассказывали на этих сценах. Поэтому сделайте так, чтобы ваши родители, чтобы ваши внуки, чтобы ваши дети гордились вами. И говорили, как мой сын сегодня говорит. Он сегодня не вспоминает, что я его оставляла. Понимаете? Он сегодня говорит, мама, ты у меня самая классная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ